В Сурхандаринской области состоялось заседание Республиканской комиссии по координации вопросов работы с молодежью в Махалях. В центре внимания деятельность лидеров молодежи. В частности, вопросы формирования баланса молодежи, внесения необходимой информации в электронные платформы, молодежная тетрадь, анализ эффективности работы с подрастающим поколением. Республиканская комиссия по координации вопросов работы с молодежью, областной хоккемиат, руководители секторов, представители ответственных организаций и лидеры молодежи говорили о достигнутых результатах, в свою очередь и имеющих место в недостатках. Была проанализирована каждая деталь в этом направлении. Прежде всего, остановились на работе, проводимой на основе баланса молодежи и молодежной тетради, в соответствии с которым сформирован список, в который вошел 629 961 молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет. 14 545 из них включены в молодежную тетрадь. 6 656 юношей и девушек обучили профессиям, выделили им льготные кредиты, земельные площади и субсидии, на что было направлено почти 12 миллиардов сумм. Между тем, есть и недостатки, что было обосновано в разрезе секторов махалей. К примеру, во втором секторе Данаусского района не решены проблемы 1148 представителей молодежи, в третьем секторе 641, а в третьем секторе Музрабатского района 493, в первом секторе Козырыкского района 341. По состоянию на 20 мая текущего года в платформу «Молодежная тетрадь» включены 14 545 представителей молодежи. Вследствие непринятых своевременно необходимых мер со стороны руководителей секторов, до сегодняшнего дня не решены проблемы 7889 юношей и девушек. В процессе анализа было выявлено, что 91 117 представителей молодежи не были включены в баланс, в основном в таких районах, как Денаусский, Кумкурганский, Шурчинский. И на совещании комиссии эти аспекты были обсуждены в критическом духе. Исходя из баланса молодежи и молодежной тетради, в 721-м сходе граждан Махали разработаны молодежные программы из 16 594 пунктов. До сегодняшнего дня по ряду направлений обеспечена реализация 11 392 из них, на что было направлено 7 895 миллионов сумм. Отмечалось, что проводимая на их основе работа в Кызырыкском, Кумкурганском, Денуском, Узунском и Шурчинском районах не отвечает требованиям, а в Алтынсайском, Байсунском и Ангорском районах 26 пункт программы вообще не выполнялся. За что ответственность наряду с лидерами молодежи несут и руководители секторов? Даны поручения по оказанию им системной помощи касательно выправления ситуации и выведения деятельности на должный уровень. Как же обстоят дела в плане содержательного занятия досуга молодежи, обеспечения ее занятости, профессиональной ориентации, предупреждения, правонарушения и преступности? В Сурхандарье в течение четырех месяцев этого года молодыми людьми совершено 536 преступлений, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно чего на ответственных лиц возложены соответствующие задачи. Были поставлены конкретные задачи в сотрудничестве с региональным агентством по делам молодежи и инспекторов профилактики по борьбе с преступностью, правонарушениями. Организации ночных рейдов со стороны лидеров молодежи и группы Халкон, которые будут направлены на предупреждение на желательных случаев правонарушения. Найдена неудовлетворительная и работа некоторых лидеров молодежи связана с системным решением проблем в Махалях по переводу сходов граждан с красной в желтую, с желтой в зеленую зону. Чтобы каждый лидер молодежи в Махалях знал, в какой категории его Махаля находится, обозначены субиндикаторы. И по результатам данных индикаторов в нашей области 302 Махаля в красной, 361 в желтой и 58 в зеленой зонах. И было выявлено, что в первом квартале не осуществлена работа по переводу с красных в желтый, а с желтых в зеленый. Поставлены конкретные задачи в этом направлении до конца второго квартала. Моя Махаля была в красной зоне. По итогам первого квартала во взаимодействии с помощником Хакима и другими представителями в Махале нам удалось перевести ее в желтую. Во втором квартале, чтобы перевести ее в зеленую, мы поставили перед собой задачу по дооснащению спортивным инвентарем. Организации библиотеки при поддержке наших спонсоров, агентства по делам молодежи и руководителя сектора. Олимпиада пяти важных инициатив. Проект показывает свою эффективность в выявлении в Махалях новых талантов, в том числе и в спорте. В Сурхандре в направлении культуры и искусства проведены 1810 мероприятий и проектов. Массового спорта и пропаганды здорового образа жизни – 2750. Информационных технологий – 957. Чтение книг и интеллектуальных игр – 1298. Патриотизма и правовой грамотности – 759. Поддержки предпринимательских инициатив – 669. Всего 8243. Для чего было выделено 112 миллионов сумм. Анализ показывает, что наряду с успехами есть определенные пробелы и здесь. В частности, в городе Термезе, Бандыханском, Байсунском, Денауском, Джаркурганском, Кызырыкском, Кумкурганском, Музарабадском, Алтынсайском, Шурчинском и Ширабадском районах для поощрения участников Олимпиад средств не выделялось. Мы часто вторим. Молодежь – наше будущее. А значит, должно тревожить даже самое, на первый взгляд, незначительное упущение, что требует повышения ответственности, честности, сплоченности и совместных усилий по своевременной и качественной реализации намеченных задач в этом направлении. Определены конкретные задачи по устранению имеющихся недостатков. Продолжение следует...